В Пакистане прокатилась волна протестов против карикатур с изображением пророка Мухаммеда, опубликованных на этой неделе в сатирическом французском журнале «Шарли Эбдо». В Пешаваре демонстранты, выкрикивая религиозные лозунги и проклятия в адрес журнала, заблокировали дороги. В Караче в ходе столкновений получил огнестрельное ранение фотограф агентства «Франц Пресс». «Шарли Эбдо» опубликовал карикатуры в первом номере, вышедшем после убийства на прошлой неделе вооруженными террористами 12 сотрудников журнала и полицейских. В столице Македонии, Скопье, журналисты собрались возле здания апелляционного суда, чтобы выразить протест против утверждения приговора журналисту Томиславу Кижаровске, ранее приговоренному к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы. В 2013 году суд признал журналистов виновным в раскрытии личности секретного свидетеля в деле об убийстве. Апелляционный суд сократил срок Кижаровски до двух лет заключения. Критики приговора утверждают, что дело Кижаровски использовано для запугивания других журналистов в ходе кампании давления на средства массовой информации в Македонии. В столице Черногории, Подгорице, прошла демонстрация протеста против приехавшего с официальным визитом в страну министра иностранных дел республики Косово Хашима Тачи. В демонстрации приняли участие сербские беженцы из Косово и сторонники просербских оппозиционных партий. Они обвиняют Тачи в совершении военных преступлений и в его бытность командующим Косовской освободительной армией в 90-х годах прошлого века. Черногория – одна из четырех бывших республик Югославии, признавших в 2008 году независимость Косово от Сербии. В Киеве прошла демонстрация в годовщину введения авторитарных законов бывшим украинским режимом. Эти законы ограничивали свободу собраний, средств массовой информации и впоследствии были отменены. Демонстранты требовали предотвратить повторение подобных ограничительных мер в будущем. В Киргизии во время пятничной молитвы была прочитана особая проповедь, посвященная защите детей. Несколько дней назад агентство новостей сообщили о госпитализации в состоянии комы двухлетнего мальчика, которому нанесли травмы родственники. Правозащитники предупредили об увеличении числа оставленных родителями детей в связи с отъездом родителей на работу за границу. Редактор субтитров А.Семкин